Это экстренный вызов, телеканал ОТС, итоговый выпуск с Еленой Отмаховой. Здравствуйте! Сегодня действительно пятница, 13-е. Убирайте от экранов детей, мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Бакшаев устроил диверсионную вылазку в Куйбышеве. Нет, должник всего лишь сделал очередной взнос по кредиту, но натурой, как представитель сельскохозяйственной отрасли. Надо сказать, что рекламная акция не осталась незамеченной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неприятный сюрприз банковских служащих ждал на крыльце уже в 7 утра. Да и сам руководитель крестьянского хозяйства, как представляется Александр Бакшаев, не спешил покидать место боев. Еще на рассвете он привез туда телегу навоза, установил транспаранты и охотно давал интервью местным СМИ. Как признался сам должник, чем богаты, тем и рады. Продукты же недеятельности он предоставил в счет погашения кредитов. У Бакшаевых накопилось миллион рублей. Банки отметили, что это дело пахнет хулиганством, а вот полицейские с квалификацией пока не определились. По данному факту сейчас проводится разбирательство, и данное деяние является правонарушением. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, и по данному правонарушению на данный момент проводится проверка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Практически убил собственного отца. Да, такие страсти теперь в Октябрьском районе Новосибирска. Позрослевший сын не смог ужиться с батюшкой, в гневном запале толкнул пенсионера, отчего тот скончался. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 38-летнего Алексея Самохвалова забрали и привезли в суд из той самой квартиры, где и разыгралась драма. После того, как мужчина хорошо принял на грудь, случилась ссора. Свои силы, накинувшись на 62-летнего отца с кулаками, Алексей явно не рассчитал. Я его толкнул, он ударился головой. Вот это потом? Да, 18 дней в комнате пролежали. О случившемся буйный сын сожалеет, ведь обвиняют его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Впрочем, статья Уголовного кодекса еще может быть переквалифицирована. Пока же Алексея арестовали на время следствия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, волна бытовых убийств с наступлением 2015-го бьет все рекорды. Бывают такие квартирки, где за пару месяцев подобные преступления случаются по несколько раз. В некоторых трущобах участковые предпочитают дежурить регулярно, но и это не панацея. А насколько на себе почувствовала, что значит это слово «бытовуха». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту квартиру на улице 9-й гвардейской дивизии видно еще со двора. Вместо разбитого стекла в окнах тряпки, а вечером здесь не бывает света. Электроэнергию отключили за неуплату. Как, впрочем, и воду. Теперь ванной комнатой здесь пользуются не хозяева, а их вечные спутники – тараканы. Участковый в гости захаживает постоянно и почти каждый раз собирает большой урожай посторонних пьяных личностей. Соседи на нехорошую квартиру жаловаться уже устали. Плачут все соседи, в частности мы, потому что грязь, вонь, клопы – все это идут по соседям, по трубам, то есть все грязь, постоянно депошь. От разгульных ночных пьянок по соседству просыпается маленький сын Алексея, в подъезде постоянно происходят драки. Да и туалет себе, беспокойный жилец и его гости устраивают, где придется. К регулярному визиту участкового хозяин относится с обреченным спокойствием. Мы общественный образ жизни ведем, потому что не день, а работаем. Правильно, Евгений? Просто. Отсутствие работы сказывается и на диете хозяина. Денег хватает только на выпивку, а вот изобилие салатов на кухне – щедрый дар ближайшей помойки. И все-таки нехорошая квартира выглядит гораздо лучше, чем еще месяц назад. Если вы знаете, здесь что было в квартире, это все навожу в порядок я. То есть вы тут всю чистоту поддерживаете? Вот эти чистые полы, вот это все. Вот это мебель, то, что было здесь, я попросила, все это, чтобы выкинули, ну что вот. То, что для участкового повседневная работа, для неподготовленного человека – уже испытание. За дверями некоторых квартир скрываются грязь, вонь, антисанитария и очень недружелюбные хозяева. А вот эта дама после освобождения вернулась в берлогу бывшего сожителя. Именно его полтора года назад она ударила ножом в грудь. Любимый мужчина не дождался, умер. А вот его матушка приняла несостоявшуюся невестку с распростертыми объятиями. Вместе им явно хорошо. Полицейским навещать Анну и ее свекровь приходится регулярно. Порой за неделю чуть ли не каждый обитатель этой маленькой квартиры успевает побыть и потерпевшим, и правонарушителем. По кругу. Проводятся профилактические беседы. Если выявляются административные правонарушения, составляются административные протоколы. И все это только для того, чтобы в следующий раз на экстренный вызов не пришлось выезжать оперативникам и следователям. Ведь каждый из этих героев готов пойти на самый отчаянный шаг, вплоть до убийства. Анна Скок, Алексей Погодин – экстренный вызов. Небытовое заказное преступление, практически уверен главный редактор известного интернет-портала. Об этом нападении кричали буквально все СМИ. Но вот начало процесса по громкому делу прошло как-то незаметно. О путанице с потерпевшим и о подвижках в другом аналогичном уголовном деле расскажет Леонид Лишенко. Нападение на главного редактора портала «Тайга.Инфо» Евгения Мездрикова стало одним из самых резонансных преступлений конца прошлого года. Недаром расследованием уголовного дела занимались и полиция, и следственный комитет. Однако в итоге оно оказалось в мировом суде. На этой неделе там случился фальстарт, так как потерпевший отказался от особого порядка рассмотрения дела. Злоумышленникам удалось вычислить адрес редакции интернет-портала вот здесь, на Октябрьской 34. Далее они зашли в помещение, и один из парней нанес несколько ударов Евгению Мездрикову. Якобы причиной послужил давний бытовой конфликт. Впрочем, данная версия кажется весьма сомнительной. Тем не менее, она и легла в основу обвинения, причем во многом исходя из показаний подсудимого. 33-летний Алексей Аникин вину признал, но указал, что бить Евгения не хотел. Он просто перепутал его с другим человеком. При этом очевидцы уверяли, что зайдя в офис тайги, молодой человек отчетливо произнес фамилию редактора. Нападение было не случайным и не хулиганским, потому что для этого не надо было приходить в офис, и можно было найти много других способов. Там много странностей, а все-таки связано с моей профессиональной деятельностью. Как именно, кто именно инициатор, я не знаю, но хочу узнать. Возможно, все белые пятна будут стерты в ходе полноценного судебного разбирательства, ведь на нем теперь предстоит заслушать и показания свидетелей. Стоит также напомнить и о другой атаке на журналистов, причем с продолжением. Прошлой осенью на улице Толстого некие злобные аборигены вмешались в рабочий процесс съемочной группы программы «Прецедент». Да так, что разбили камеру. А уже на следующий день на том же самом месте под раздачу попали сотрудники другой телекомпании. Правда, здесь дело ограничилось словесной перепалкой и нецензурной бранью в адрес корреспондента и оператора. На сегодняшний день по этим вопиющим фактам проводится расследование. Причем во многом маховик следствия двигают сами представители СМИ. Они добились, чтобы органы все-таки обратили внимание на 144-ю статью Уголовного кодекса «Воспрепятствование журналистской деятельности». Для этого, правда, понадобились коллективные челобитные, одна из которых дошла до областной прокуратуры. Только после этого прокуратура стала задумываться на тем, вот в истории с прецедентом из ГТРК нет ли состава профильной для нас статьи. Тогда же, в конце декабря, материалы этого дела были переданы в Следственный комитет. По имеющейся информации, на сегодня следствием даже не опрошены потерпевшие. Правда, несколько месяцев назад дело по факту уничтожения имущества возбудили. Но и здесь все оказалось не так просто. Несмотря на то, что данные злоумышленников известны, обвинение пока никому не предъявлено. Да и материальные потери редакции никто не возместил. Леонид Лишенко, Андрей Карасев, Артем Валевич, экстренный вызов. Был на этой неделе немало и других резонансных ЧП и приговоров. Во вторник в Первомайке обрушилась крыша в одном из цехов промышленного предприятия. Чудом никто не пострадал. В Истарском районе в выходные был застрелен полицейский. Кипели страсти в судах области. Дождались. Несколько дней в областном суде допрашивали бывшего участника Турновской банды Марка Лунева. Он оказался важным свидетелем и поддерживал обвинения в отношении экс-чиновников. Под следственный Марк рассказал много интересного о связях с Аладкиных и ОПС. Доигрались. В том же областном суде приговорили троих малолетних насильников. Старшеклассники почти год издевались над школьницей. Первый раз заманили ее в заброшенный дом и совершили насильственные действия сексуального характера. А в следующий раз изнасиловали девочку. Как итог, 3-5 лет тюрьмы. Приехали. Столичного наркодилера с чемоданом наркотиков задержали на вокзале Новосибирск-Главный. Житель Одинцова решил провести запрещенный груз и заработать 100 тысяч рублей. Но попался новосибирскому полицейскому. Пришлось задержаться у нас до начала суда. Гораздо больше планировали выручить хватки новосибирские предприниматели. Те под видом аферы с закупкой товара отправили за границу миллиард рублей в валюте. Назад деньги не вернулись. Вот и завели в таможне сразу 9 уголовных дел. Под подозрением горе-учредители фирмы-однодневки. А вот колыванская коммунальная чиновница трудилась в реальной конторе, которая занималась гостификацией домов на бюджетные деньги. Но три года назад решила обогатиться за счет средств местных жителей. Незаконно приписала себе премии. Впрочем, доход обрубили прокуроры, когда возбудили уголовное дело. В Болотном на чужое позарилась сотрудница банка. Когда кредит пожилой супружеской паре был одобрен, чита от него отказалась. Но не отступилась от легкой наживы в офисное служащее. Как и положено, оформила кредитную карту, а более 130 тысяч положила в собственный карман. В Октябрьском районе пытались уехать на чужом новеньком ленд-крузере двое злоумышленников. Впрочем, авто стоимостью 3,5 миллиона рублей было буквально напичкано современной электроникой. И предполагаемых воров вычислили по горячим следам. На время следствие фигурантов закрыли. Воровал, ворую, но больше не буду. Являться в уголовно-исполнительную инспекцию обязали похитителя экстремала. Тот признался, что на преступление идет только ради острых ощущений. И уже не в первый раз. Так что совсем скоро первый условный срок может превратиться и в реальное заключение. Обидно. И напоследок, еще один чемпион по количеству уголовных дел. Мужчина несколько месяцев успешно скрывался от сотрудников четырех отделов полиции города. А попался в продуктовом магазине. И даже не на краже, а всего лишь вел себя подозрительно. И последнее. Мы решили провести небольшой эксперимент. И спрашивали у случайных прохожих о том, как для них прошла эта неделя. В пятницу 13-го о негативных событиях вспоминал каждый третий. Подошла группа девушек. Сказала, что мы тебя знаем, и ты кого-то побила, и ты должна за это ответить. Я сказала, что я их не знаю. Ну и потом меня просто завели в гаражи и отобрали сережки. Пошел на деревенскую дискотеку. Там меня окружили ребята на входе. Сказали, что у них такая традиция есть, что все новенькие ставят пиво местным. Я сказал, что вопрос с пивом решен положительно. Пива сегодня не будет. Но, в общем, знатно получил по сапатке. На этой неделе на нас написали заявление за то, что мы стреляли человеку голову из пневмата. Вот так? Да. Причем завтра вызывают наших родителей, а завтра пятница 13-го. Я думаю, все плохо. Впрочем, подобные истории случаются не только в пятницу 13-го. Подробнее об этом мы расскажем уже в понедельник. У меня все. Видео с их ЧП выкладывайте на страничке экстренного вызова ВКонтакте. Криминальные новости сообщайте по телефону 310-2005. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова